Уважаемые телезрители, с добрым утром, уважаемые телезрители. Местное телевидение начинает свои передачи. Сегодня среда, 23 марта. Уважаемые телезрители, а сейчас вы познакомитесь с новостями города и района. В обычном трудовом ритме работает коллектив Янаульского масса-сыркомбината. Ежедневно реализуются молочные продукции на сумму более 2 миллионов рублей. За два истекших месяца 1994 года переработано молока 3 тонны 46 центнеров. До сравнения скажем, что за тот же период 1993 года было переработано 3 тонны 78 центнеров, что составило 99 процентов. Масса животного 50 тонн, тогда как в 1993 году 62,1 тонны. Сыра 165,5 тонн, а в прошлом году 193,8 тонны. Если за два месяца истекшего года молочного сахара было изготовлено 19,3 тонны, в 1993 году 29 тонн. Процентное отношение уровней 1994 и 1993 года составило 66,6%. Нежирная продукция в 1994 году 43,3 тонны 43,5 тонны за два месяца 1993 года. Ежедневно на комбинате вырабатывается около 6 тонн сыра, столько же цельномолочной продукции, нежирной продукции полтонны и масла около тонны в день. В пятницу, 18 марта, на базе городской средней школы номер 5 проходил последний этап конкурса «Учитель года 93». На конкурсе приняли участие учителя, которые прошли финал по итогам двух предыдущих этапов конкурса. Первоначально конкурсы были проведены в школах города и района. Затем прошедшие финал учителя в своих школах состязались в профессиональном мастерстве в кустовых школах. В итоге в финал прошли 19 учителей. В течение трех дней, с 16 по 18 марта, преподаватели состязались в Янауле. Первым этапом было психолого-педагогическое тестирование учителей. На втором этапе учителя давали открытые уроки в незнакомых ему классах. Целью третьего этапа была защита так называемых педагогических сочинений, где они излагали, в чем заключается научность их педагогического опыта, использование опыта новаторов, авторское новшество учителей. Педагогическое мастерство участников конкурса оценивало компетентные жюри, куда входили методисты и инспектора РАНО, лучшие учителя города и района. Приятно констатировать, что все участники конкурса – прекрасные специалисты, опытные педагоги. Педагогическое кредо каждого из них отличается своей особенностью, непохожестью на других. Итак, учителем года 93 по городу РАНО стала Узбекова Лилия Рашитовна, учительница начальных классов школы-гимназии номер 2. Второе место было присуждено Габдулиной Гульрух Шамсиевне, учительнице начальных классов деревни Ахтиал, и Хуснутиновой Галине Борисовне из школы-гимназии номер 2. Третье место присуждено Арслатовой Сарии Шариповне из Кармановской средней школы и Мулояровой Розе Галинуровне из школы-гимназии номер 2. Многие учителя, участники конкурса, награждены поощрительными призами. Жюри решило, что учителю года будет присвоен самый высокий по району 13-й разряд, а итоги конкурса будут учтены во время очередной аттестации учителей города и района, которая пройдет во время весенних каникул. Зикафа Расланович, прекрасная идея конкурса, немало у нас хороших, учителей. И все же, если можно, расскажите нам поподробнее, какую цель ставили перед собой организаторы конкурса. Ну, действительно, идея проведения конкурса «Учитель года», она не нова. В республике уже несколько лет подряд проводится такой конкурс. И вот в нашем районе мы решили еще раз провести второй раз конкурс «Учитель года». Ну, естественно, большая подготовительная работа велась по подготовке этого конкурса. С осени мы подготовили положение, издали приказ, оргкомитет был создан, и в школах учителя начали готовиться к этому конкурсу. Действительно, в последнее время мы жизнь начали видеть только лишь в темных красках или белых красках, но ведь есть и стороны светлые. Вот мы хотели бы, чтобы наши учителя видели и светлые стороны нашей жизни. Целью этого конкурса, конечно, было не только внешняя сторона, но и способствование обновлению учебного заведения, проявлению каждым педагогам индивидуальных профессиональных качеств, выявлению талантливых творческих работающих педагогов, пополнению банка данных о педагогическом опыте, расширению диапазона профессионального общения. Ну и, естественно, дальнейшем использовании этого опыта на уровне школ и на уровне нашего района. С выходом на республиканский уровень. С не каждого человека школьные угоды занимают большое место, ведь самые необходимые жизненные навыки нам прививаются именно в школе. Наши учителя нередко становятся не только людьми, которые обучают, но и нашими близкими, придающие нам все ценные накопления человечества. Величайший педагог Михаил Иванович Калинин говорил, учитель работает над самой ответственной задачей, он формирует человека. У каждого из нас есть свой любимый учитель, физик ли он по образованию, или языковед, преподаватель трудового обучения, или музыки. В нашем районе немало школ работают трудолюбивые, целеустремленные педагогические коллективы. Думаю, не будет большой ошибкой назвать в числе лучших и коллектив Мсегутовской средней школы. Здесь трудятся учителя, которые около четверти века своей жизни отдали школе детям. Это и преподаватели татарского языка и литературы Муфтахова, Розалиева, Ляхметова, преподаватели математики Якупова, Итаки Уллина, и многие-многие другие. Преподавательский состав старается дать детям не только крепкие знания, но и привить любовь к труду, как к основе жизни. Действительно, как высказался однажды Буаст, образование и клад, а труд – ключ к нему. Трудовому обучению в школе уделяют огромные значения. Девочки под руководством Алсу Салиховны Нуровой учатся шить, вязать, прясть, готовить, выршивать. Не сомневаемся поэтому, что из них выйдут в дальнейшем прекрасные хозяйки. Трудовое обучение мальчиков с 5 по 9 класс ведет Бодриддинов. Он учит детей секретом обработки дерева, дизайну, изготовлению игрушек. Те игрушки, которые вы видите на экране, сделаны руками самих детей. Делают они, кстати, не только игрушки. Изготовляют топорище, прялки, лопаты – все, что пригодится в сельском хозяйстве дома. Регулярно в школе проводятся предметные недели. С большой активностью ребят прошли недели математики, химии, физкультуры и спорта. А эти кадры сняты во время заключительного тура недели татарского языка и литературы. Под руководством учителя татарского языка и литературы Муфтаховой Розалии Вали Ахметовны школьники подготовили очень интересную программу. Учащиеся состязались в хорошем знании языка матери, языка своего народа, знании литературных произведений и их героев, загадок, поговорок, пословиц на родном языке. Учащиеся, учителя, в общем, все болельщики этого конкурса внимали всему, что происходило на сцене. Им очень полюбились и задорные ответы, и хитроумные вопросы, все музыкальные номера, которые прозвучали во время паузы. Вот такой насыщенной жизнью живет педагогический коллектив и учащиеся Месиготовской средней школы. В понедельник, 21 марта, на очередном оперативном совещании в местной администрации были рассмотрены вопросы подготовки населенных пунктов, хозяйственных строений и других сооружений к пропуску паводка 1994 года. Собравшиеся заслушали информацию заведующего отделом городского хозяйства Зинфира Мулагалевича Минязева. В целях своевременной подготовки района к пропуску льда и весеннего паводка, обеспечения сохранности материальных ценностей, недопущения чрезвычайных происшествий весенних паводок, главой администрации города и района принято постановление о создании районной комиссии для организации работ по борьбе с паводком. Сельские администрации обязаны создать комиссии, разработать мероприятия по борьбе с паводком, организовать круглосуточные дежурства, ответ работников в целях принятия экстренных мер при угрожающих обстоятельствах. В колхозах, совхозах, предприятиях организации города должны быть созданы аварийные бригады для проведения противопаводковых работ, защиты объектов от повреждений, хозяйством обеспечить животноводческие объекты необходимым запасом кормов, организовать очистку крыш от снега, копку канав, открыть кюветы, водосточные трубы, очистить дорогу на полную ширину, своевременно заготовить и подвезти в районы возможных затоплений аварийные материалы, разработать план предупредительных работ по каждому объекту, которые могут быть затоплены паводковыми водами, отделу торговли, администрации, элеватору, хлебзаводу, торговым организациям обеспечить меры по недопущению перебоев, снабжении населения, лечебных, детских учреждений продуктами питания. Центральные районные больницы всем медицинским службам района обеспечить должную готовность к оказанию необходимой срочной медицинской помощи по возможным несчастным случаям паводковый период. В целях сохранения дорог, упорядочения движения автотранспорта по дорогам района, запретить проезд всем видам автотранспорта с 1 апреля 1994 года до полного просыхания дорожного полотна. Паводковый период организовать дежурство из членов районной комиссии и на селе ответ работников в сельских администрациях. На совещании также выступила заведующая отделом торговли местной администрации Марина Римовна Порозова. На сегодняшний день установилось тревожное положение в плане взаимных расчетов между торговыми организациями и производственными предприятиями. Вызывает тревогу и озабоченность не только у администрации города, но и вышестоящих органов управления республики, о чем свидетельствует правительственная телеграмма кабинета министров. Анализируя финансовую задолженность торговых организаций перед перерабатывающими предприятиями города, вырисовывается следующая картина. Самые высокие долги – это долги за продукты питания первой необходимости. На 1 марта долги Райпо за поставку хлеба составило хлебозаводу номер 8 – 44 миллиона, номер 4 – 17 миллионов, маслосыркомбинату – 132 миллиона. Курс ГДУ «Краснохолмснефть» задолжал хлебозаводу номер 8 – 1 миллион, хлебозаводу номер 4 – 8 миллионов и маслосыркомбинату – 60 миллионов рублей. Руководителям торговых предприятий необходимо принять срочные меры по упорядочиванию расчетов за продукты питания первой необходимости, своевременно погашать долги и впредь не допускать задолженности крупных размеров. Совещание ввел заместитель главы местной администрации Фирус Канифович Мухаммеддинов. Сейчас заняты подготовкой к весеннеполевым работам. Сегодня мы находимся в колхозе «Волга». Рядом со мной стоят председатель колхоза «Исламов» Саид Тимирович, заведующий машинно-тракторной мастерской «Пазиуллин» Виктор Шарапович и главный агроном колхоза «Пазиуллин» Вильсор Шарипович. Саид Тимирович, немного расскажите, пожалуйста, как село сейчас готовится к весне, чем сейчас живут колхозники, вообще, как обстоят дела в колхозе? Нужно сказать, колхоз наш компактный, состоит из одной деревни. Здесь живут около 600 человек, из них 200 трудоспособных. Располагает колхоз более 3400 гектаров пашни, из них каждый год мы сеем 2000 гектаров зерновых. Нужно сказать, в колхозе очень такое большое внимание уделяется производству зерна и вообще производству зерна и кормов, так как от благополучия, от отдачи земли зависит дальнейшее благополучие хозяйства. Не случайно, что в экономике колхоза, для укрепления экономики, в денежном доходе, большую львиную долю дохода составляет от продажи продукции полеводства. Так, в прошлом году от продажи зерна колхозам выручено более 84 миллионов рублей денег. Рентабельность производства зерна составляет более 150%, что нельзя говорить о продукции животного лоса, потому что она пока добывается производству очень дорогой ценой, как обычно, она или перекрывает свои затраты своим доходами. Колхозники сейчас живут заботой о, как говорится, во всеоружии, встрече весеннеполевые работы, потому что дальнейшая благополучие тоже будет за счет того, как мы встретим эту весну, какой готовностью. Поэтому серьезное внимание обращается к подготовке техники, семенам, завозу удобрений и другим работам. Также напряженная работа идет на ферме. Вот по итогам двух месяцев работники ферм стараются не снизить продуктивность животных. Они за два месяца надоели по сравнению с прошлым годом на 15 килограмм молока больше, по сравнению с прошлым годом. Также неплохо идет производство мяса. Ну, есть такая полная уверенность, что колхоз может полностью справиться, возложены на него задачами по продаже как продуктов животного, так и поливодства. Конкретно, видимо, сейчас я дам слово заведующему МТМИ, главному агроному, как обстояло ремонтом, именно кто тут отличился, какие тут трудности, видимо, они вас ознакомят. Спасибо. Виктор Шарапович, как сейчас обстоят дела с подготовкой техники к весеннеполевым работам? Пожалуйста, вам слово. Ну, механизаторы у нас, механизаторов хватает, механизаторы молодые, специально... Ну, у нас создана бригада специально для ремонта сельхозмашин. Вот мы из 5 человек, они. Вот Зиатов Мансураби у нас, он всю, весь, все бороны отремонтировал. Сейчас после этого закончили, начали вот на культиваторы. Это у нас на сегодня готово 6 культиваторов, 6 агрегатов культиваторов из 8. 9 агрегатов у нас борон, то есть бороны все, как я уже сказал, готовы. Приходится нам вот после культивации сейчас основные механизаторы тоже отключить, то есть подключить сюда на ремонт селок. Селки и культиваторы пока у нас через площадку, через отрегулировку не произведены еще. Ну, что можно сейчас сказать? Механизаторы молодые, работают с азартом. На какие-то, конечно, зимой трудновато, было у нас вот помещение под специально для ремонта сделали. Но связи, что у нас под удобрение нет склада, нынче завезли сюда удобрение. Вот у нас, под открытым небом, ремонтировать стиль из машины. Вот у меня тут Николаев, Фирус, Хайбун, Рив, Кузнец, старый механизатор, посетение здоровое, не работает. Конечно, без Кузнецца, без опыта такого механизатора, здесь Кузнецца, нам не обойтись. Он и молодых учит, и сам вот, пример показывает своим трудам. Он здесь, шестой, седьмой год работает. Вот, все бороны, культивации, мы здесь вот специальные станки вот отрегулировали, то есть подправляли. Без него, конечно, нельзя. Здесь работает молотобойцем, у него амяком, лятин. Это ремонтная мастерская колхоза «Волга». Здесь, которые вот стоят на ремонте, и тех, тех, которые делают. Вот, инженер-технолог, Харулин Мегарабов у нас. Мегарабов, познакомь, пожалуйста, как готовность техники у нас, чего не хватает, какие запчасти у нас, пожалуйста. Насчет запчастей, конечно, очень трудно. Нет денег в колхозе. Запчасти есть, денег нет. Более долго надо купить, не начать. Пусковой двигатель надо выписать есть, а купить не начать. В колхозе туговато сейчас с финансами, как мы сейчас выражаемся. Как вот вы поступаете в этом случае? Приходится как-то доставать что-то? Пожалуйста, расскажите. Достаем, вот друг друга ездим, обмениваем бывшими запчастями, что у нас есть. Обмениваем. Так выкручиваться приходится. Вот насчет ремонта культиваторов за лапами в Куядинский район пришлось ездить. За наличие в расчет купили. У нас дед в своем сельскохнике не распечивает запчастями. Опытный, он у нас работает уже 13 лет. Хороший хозяйственный семьянин. Ну, скоро будет 13. Вот. У нас сейчас он занимается и подготовкой сельхозмашин, вот здесь, которые сварочные работы нужны. И заодно вот мы готовим сейчас на первый квартал план металлума. Многие колхозы испытывают финансовые затруднения. Как вот сейчас вы в период подготовки к весеннепылевым работам ощущаете на себе это? И как вы выкручиваетесь из этой ситуации? Ну, это общая болезнь, конечно, колхозов. Мы сторонник этого тоже никак никуда не денемся. Трудности есть, хотя мы за январь месяц рассчитались, но нам есть еще должники. Вот они своевременно с нами не рассчитываются. Деньги, как говорится, уже овесеневаются. Уже колхозы получают не те деньги. Вот. Ну, что поделаешь, тут приходится уж ждать, когда наши потребители, наши заказы с нами рассчитаются. А нет ли проблем с воспечением запчастями? Есть, конечно. Нам ведь опять куда не коснись, куда не обращайся. Все ведь в деньгах сейчас дело. Если деньги есть, так сейчас проблемы как таковой уже есть. Кто допустим деньгами богат, хорошо живет, проблемы чего-то достать, что-то найти, такой проблемы сейчас нет. Все сейчас есть. Запчасти или, скажем, семенали, или, скажем, породный скот, все сейчас везде предлагают. Что тебе надо? в душе. Главная вся суть, вся проблема в деньгах. Но вам же приходится покупать запчасти необходимые. Что вы в этом случае делаете? Это все-таки в централизованном порядке, чтобы это сделать. Для этого созданы такие обслуживающие предприятия, организации, колхозы. Желательно через них законным путем, перечислением, чтобы это было. Тут могут так кривотолки появиться, если наличными. тут палка в двух концах, как говорится. Вот надо бы напрямую через эти наши обслуживающие предприятия получать. Хотелось бы вот это все. Законным путем. Многие хозяйства мучаются из-за нехватки семенного фонда. Как сейчас обстоят дела в колхозе Волга? Пожалуйста, расскажите, Вельсун Шарапович. Как вы все знаете, что прошедший год 99-й для сельчан оказался очень трудным, потому что на это влияли погодные условия, и так и обстановка в селом стране. Так были затруднения с начала посевных работ, затруднения с запчастями, с ремонтом техники, всех сельскохозяйственных машин и комбайнов. Но несмотря на это, наш колхоз, как и в прошлом году, нынче смог и постарался заготовить семена на будущий урожай селом на 100%. Все семена, имеющиеся у нас очищены, имеют кондиции второго особенно класса, также остальные где-то 75 и более процентов второго класса, остальные третьего, первого класса. Как сказали, семена все свои, пшеница у нас сорт жница, как и всегда занимались, потому что сорт перспективный, высоко ружайный, неполегающий, но имеются в этом тоже свои затруднения, потому что все семена у нас пошли уже массовой репродукцией, это все знаете, это зараженность болезнями, вредителями, также сортотая чистота уже не та, поэтому нам в перспективе придется заниматься сортообновлением, хотя есть трудности в хозяйстве с финансами, но придется изыскать какие-то резервы, возможности, чтобы в стороне закупить элитные семена и постараться обновить семенной материал, но в этом году пока еще у нас вроде особых таких нет затруднений с семенами, видимо с заготовленными семенами выйдем по всем весенне-полевые работы проведем в ужатые и в агронатические сроки. Вельсут Шарапович, скажите, а сейчас вот как в колхозе готовится к встрече весне, к весенне-полевым работам? И немного расскажите, удовлетворяет ли вас урожайность прошлого года? Что делается для того, чтобы урожайность будущего года была более выше? Ну, если сказать об урожайности, то в прошлом году мы получили с 1 гектара по 17,4 сетнера. Это, конечно, выше среднерайонного, но мы не должны на этом ограничиваться. Для нашего колхоза это, я думаю, не слишком такая высокая урожайность. Потому что что сказывается на это? Во-первых, это, как я сказал уже, семенной материал, во-первых. Во-вторых, это на это сказывается старая техника, потеря очень много приборки урожая. Далее, надо заниматься минеральными удавлениями. Например, на 74-й гос у нас по хозяйству уже завезено 270 тонн аммиачной воды, чем мы занимаемся каждый год постоянно. 68 тонн карбамида и 98 тонн аммафоса это на сегодняшний день. Но до посевных работ постараемся еще закупить. Я хочу сказать, что аммиачная вода, особенно мы вносим специально агрегатом, очень хорошо отдаются на это удобрение, особенно кормовые культуры, как также силостные, как кукуруза, подсолнечник, а также стараемся чередовать внесение также под зерновые культуры. Еще немного, пожалуйста, скажите, кто сейчас работает семенами? Что делается для того, чтобы семенной фонд был лучшего качества? А тех, кто работает? Во время уборки у нас здесь механиками были Бодридинов Юрий, они работали на зав, даже обсуждали отестительные машины Бодридинов Юрий и Менгазинов Финус. А на очистке семян уборочных работ, на очистке семян занимались Сайфеева, Арандурочи, также Валюльна Таня. Заведующим складом у нас здесь работают уже третий год Менгазиев и Враги. Мы все своими задачами справляемся, очень послушные. Хочу им сказать большое спасибо. Вильсот Шарапович, каким вы видите урожай 1994 года? Сколько центнеров из гектара вы планируете получить в этом году? Ну, как я говорил, у нас возможности есть. Обычно мы на этот год планируем получить более 20 центнеров гектара это яровых культур. Но вот еще не совсем ясно с озимами как они перезимуют. Конечно, на анализ монолиты уже взяты, проращиваем, но как они видимо не очень-то обрадуют. Поэтому зима была сначала бесснежная, поэтому могут они вымерзнуть. мы в основном постараемся. У нас с осени посеяно 600 гектаров зимы ржи, а как и в прошлые годы, зерновые всего, планируются на 2000 гектарах. Так что лишь бы погодные условия вас не подвели, так ведь? Ну, это с одной стороны погодные условия, а с другой стороны придется нам самим тоже работать как можно получше. Как сейчас настроены механизаторы колхоза? К весенним полевым работам готовы они, да? Ну, к весенним работам механизаторы готовятся. Основной костяк у нас механизаторов до 30 лет. Это, я думаю, большой резерв у нас в хозяйстве. Молодые, энергичные, азартные, сплоченные друг друга никогда в беде не бросают, всегда на помощь придут с удовольствием. Поэтому это тоже хороший плюс к нашей работе. Вот так. Пока политики наверху спорят, что нужно крестьянину, колхозам и совхозам для того, чтобы они могли нормально работать, рядовые дружники полей и ферм не сидят сложа руки, а трудятся как могут. Спасибо.